В эфире РБК Алфа. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Ввод жилья в Башкортостане за первое полугодие снизился почти на 14,5% по сравнению с таким же периодом 2017-го. За январь-июнь в республике ввели в эксплуатацию без малого 10500 квартир общей площадью 870 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает служба статистики региона. По площади жилья на душу населения республика на третьем месте в Приворском федеральном округе. По суммарной площади на втором месте. Первую строчку занимает Татарстан с показателем ввода жилья в миллион 200 тысяч квадратов. На третьем месте Самарская область – 563 тысячи. Наименьшие показатели в округе в республиках Мордовия и Марий-Эл – 141 тысячи квадратных метров. 29 из 30 крупнейших предприятий Башкортостана планируют снижение объема инвестиций в текущем году. Такое заявление сделал председатель регионального правительства Рустем Морданов. По его словам, снижение инвестиций крупных предприятий зафиксировано уже в первом квартале. Как сообщают в Кабмине, довольно существенное снижение показали примерно 22% из почти 3000 компаний, в основном крупных и средних. В их числе 15 крупнейших предприятий, которые формируют основную часть инвестиций, в основной капитал в республике. Так, на 5,5% снизили вложения обрабатывающего производства и компаний других отраслей, в том числе электроэнергетики, агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и строительства. Причиной сокращения вложений в правительство называют завершение компаниями инвестпроектов, неустойчивое финансовое положение, отсутствие земельных участков для строительства и невозможность привлечения финансовых средств. Более 520 миллионов рублей направит администрация Уфы на реконструкцию второй очереди берега укрепления набережной реки Белой. Средства выделят из республиканского и городского бюджетов. Исполнителю госконтракта предстоит выполнить строительно-монтажные работы на участке от створа улицы Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах столицы, сообщается на портале госзакупок. Работы должны завершиться до 30 сентября будущего года. Заявки принимаются до 1 августа. Конкурс по отбору подрядчика городское управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений назначило на 6 августа. Напомню, строительство набережной идет с 2014 года. Первая очередь обошлась к бюджету более чем в миллиард 360 миллионов рублей. Общую стоимость реконструкции мэрия оценивает в 12 миллиардов. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Курсы доллара и евро изменились разнонаправленно. Американская валюта подешевела на 4 копейки и оценивается в 62 рубля 25 копеек, европейская в плюсе на 33 копейки 72,79. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в банке БКС за 62 рубля 35 копеек, комиссия до 3 процентов за обменную операцию, продажа в Солидбанке за 62,70. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в БКС банке за 73 рубля 20 копеек, по продаже в Промтрансбанке за 73,35. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК.